Суставы подвержены различным изменениям. Так же, как сухожилия, связки, а также различные хрящи. Постоянно подвергающиеся нагрузке связки сухожилия и хрящи понемногу подвергаются изменениям. И в этом аспекте важно сказать, что изменения эти могут проходить очень быстро, вплоть до износа суставов, или сильно притормозиться. Так как суставы, в которых находятся хондроциты, репарирующие суставную поверхность, как и впрочем весь сустав, получают питательные вещества из приходящих сосудов мышц. Они должны получать качественное питание, так же, как и избавляться от продуктов обмена. Здесь важно понять, что коллагеновые волокна, которые входят в состав соединительных тканей, таких как хрящи, сухожилия, связки и т.д. Подвержены разрыву в зависимости от нагрузки и типа питания, в результате которого происходит микровоспаление. Это, в свою очередь, влечет за собой иммунную реакцию, за которой следуют репаративные процессы. И в момент иммунной реакции, это эти микровоспаления, ответ иммунной системы можно усилить или, наоборот, уменьшить, значительно уменьшить. Это зависит от типа питания, которое приходит в область воспаления. Так как микровоспаление является нормальной реакцией, но не в тех масштабах, когда оно переходит временные границы или протекает из достаточно бурной реакции. Что негативно сказывается на поступлении питательных веществ в репарируемую ткань, а так же на вывод продуктов обмена. Таких веществ, которые могут усилить или, наоборот, уменьшить воспаление, достаточно большой спектр. И одним из таких продуктов, который может усилить воспаление и растянуть скорость иммунной реакции, является кофе. Кофе достаточно распространенный напиток, который, как показывают исследования, приводит к возрастанию провоспалительных агентов, а так же факторов ревматоидного артрита. Особенно это важно для тех, кто имеет предрасположенность к ревматоидному артриту. Таким образом, убрав кофе из своего последненного рациона, можно продлить жизнь суставом, связками сухожилием, так же, как и всему опорно-двигательному аппарату. Здесь еще важно отметить, что кофе, кроме того, что является фактором воспаления, оно постоянно сужает сосуды на определенное время и повышает ломкость капилляров. А это уже, в свою очередь, уменьшает, то есть ухудшает микроциркуляцию в органах, особенно в упорно-двигательном вороте. Мелкие капилляры, которые постоянно лопаются, могут приводить к нехватке питательных веществ во всех суставах, межпозвоночных дисках, связках, мышцах и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok